Эта передача вышла при спонсорской поддержке друзей и партнеров программы Kingdom Connection. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Если вы взяли с собой Библию, откройте ее вместе с нами на книге Откровения. Хочу открыть книгу Откровения, главу третью, стихи седьмой и восьмой. И ангелу в Пиладельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Господь наш швейцар. О переходном периоде, находясь в переходном периоде, мы оказываемся в неловком месте, когда хотим, чтобы Бог открыл двери или закрыл двери каких-то эпизодов нашей жизни. Кое-что в переходном периоде важно, когда речь идет о закрытии или открытии дверей. Находясь между пунктами назначения, пытаясь попасть в другое место, есть так называемая дверь. Из одного места в другое место мы попадаем через двери. В комнату есть доступ, и все знают, что он лежит через дверь. Нельзя попасть из настоящего местоположения в желаемое место иначе, как через двери. Дверь отделяет одну комнату от другой. А это что-то значит, потому что это значит, что вам не нужно далеко идти, чтобы совершить переход. Порой нам кажется, что мы, когда нам предстоит совершить переход, это обязательно будет длинная дорога. Но по правде, Бог может поставить двери в вашей жизни, и вы можете из одного места, выйдя за двери, попасть в другое. Не обязательно для этого много передвигаться, потому что, стоя у двери, вы все еще находитесь в этой комнате. Все, что вам нужно, выйти за двери, и вы окажетесь в другой комнате. Вы сдвинулись всего на шаг, оказались совсем в другой комнате. Порой кажется, что нужно совершить много передвижений, чтобы перейти. В один момент можно находиться в комнате отчаяния и быть всего в шаге от полноты. Все, что нужно, это дверь. Можно находиться в месте горя и страданий. И в один момент Бог может переместить вас, чтобы вы переступили за порог и оказались в месте радости, мира и удовлетворения. Всего там нужно сделать один шаг, чтобы туда попасть, и все в этой комнате меняется. Двери играют большую роль в Библии. Открытые двери дают вам доступ к чему-то. Закрытые двери означают, что у вас нет доступа. Поэтому двери могут быть как чем-то положительным, так и чем-то отрицательным. Дверь значит, что вы заперты. Если не заперты, то у вас нет доступа. Если не открыты, у вас есть доступ. Господь мой швейцар, он открывает двери и закрывает двери. И если я ему доверюсь, он даст мне доступ или запретит, чтобы не дать мне упустить его замысел и его предназначение. Закрытая дверь значит несколько вещей. Во-первых, она значит защищенность. Придя домой после служения, никто не оставляет двери открытыми настежь. Вы закрываете двери, потому что не хотите, чтобы кто угодно мог войти, пока вы сегодня будете спать. Запертая дверь означает защиту. Порой Бог закрывает двери, чтобы защитить нас. Знаете, когда израильтяне вышли из египетского рабства и перешли Красное море, Бог сказал Моисею, «Оглянись и посмотри». И вдруг фараон со своим войском вошел в Красное море, которое раступилось и стояло с двух сторон. В Библии написано, что воды замкнулись, и они погибли. Это было символическое закрытие дверей Богом. Чтобы сказать Моисею, «Этих врагов ты больше не увидишь». Другими словами, он говорит, «Я открываю двери, когда я, когда я разверз моря, я открыл его, и никто не может его закрыть». Порой мы закрываем двери для приватности. Порой люди неожиданно приходят к вам в гости. И вы говорите детям, «Пробегите по дому, поднимите вещи, отнесите в дальнюю спальню и бросьте там. Все равно, главное, все туда, все наверх. Уберите все из спальни, соберите все, все грязное белье, все полотенца, все в комнате. Отнесите в дальнюю спальню и бросьте там. И потом угадайте, что вы делаете. Не смейтесь, вы закрываете двери». Зачем? Потому что не всем нужен доступ к личным делам в доме. Вы остаетесь там, оглядываетесь и закрываете двери, что значит, что это личное. Я говорю этим, что не хочу, чтобы вы видели бардак. Хочу, чтобы вы видели только чистую сторону. И Бог знает, как закрыть двери, чтобы разобраться с бардаком в вашей жизни, чтобы остальные его не увидели. Поэтому Он закрывает двери для защиты и личного пространства. Он открывает двери, чтобы пустить нас к чему-то или кому-то. Почти все грехи ведут к открытой двери, которую вы открываете кому-то или чему-то, что появилось в вашей жизни, потому что вы открыли двери. В жизни бывают швейцары. Огорчает то, что швейцары могут впустить вас и преградить вам путь. Швейцары могут оставить вас за дверью. Политика, как бы это ни назвали в офисе, то бы то ни было, она может ограничить вас. Это может не пустить вас. Кто-то, от кого зависит вход, может сказать вам «нет» и оставить вас за дверью. И вам будет казаться, что это не ваше место. Люди могут пытаться помешать вашим успехам, но он открывает двери, никто не может закрыть. Господь мой швейцар. И он открывает двери, которые никто не может закрыть. Никто не может преградить мне путь. Даже если я вам не нравлюсь, если я должен быть там, Бог сказал мне, что мне труда дорога, и я попаду туда, несмотря на вас. Потому что Господь мой швейцар. Подаритесь к кому-то и скажите «Господь мой швейцар». Любая дверь, которую Господь открывает, ни один человек закрыть не может. Любую дверь, которую закрывает Господь, никто снова не откроет. Человек не властен над моей дверью. Дьявол не властен над моей дверью. Господь мой швейцар. Вам предстоит открыть определенные двери. Вы будете в определенных местах. Вам предстоит кое-что сделать. Вам нужен доступ, чтобы сделать это. И сегодня я здесь и провозглашаю в твоей жизни, что Господь ваш швейцар. «Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Он не только швейцар. Это значит еще кое-что. Это не значит, что он просто открывает двери или закрывает их. Но это значит еще, что согласно книге «Исход», народу было сказано взять кровь и помазать ею двери дома. «И когда пришел ангел-губитель, он сказал, когда я увижу кровь, то пройду мимо двери». Губитель может быть разрушительным знаком для вашего дома. Некоторые опасаются того, что губитель хотел бы сделать с вашей маленькой семьей. Но я здесь провозглашаю над вашей семьей и жизнью, что не нужно позволять страху мучить вас. Не позволяйте врагу утвердить вам, что-то случилось, и это пройдет снова. И будет преследовать нас Господь ваш швейцар, и Он приглядывает за вашим домом. Он говорит, я буду смотреть, если на косяках дверей будет кровь, когда губитель захочет войти в этот дом. Сегодня я говорю тем, кто немного страдает от страха. «Господь говорит вам, я не позволю разрушению снова прийти в ваш дом, если будете мне доверять». Давайте, прославьте Бога за это. Скажите, Он не даст врагу войти к губителю, прийти в мою семью. Я буду стоять над дверью, потому что Господь ваш швейцар. Он говорит, я буду стоять над дверью и приглядывать за вашим домом. Если враг захочет войти, помажьте кровью косяки, и Господь станет вашим швейцаром, который будет стоять у вашей...